Мы находимся в толковке села, которые являются последним рубежом мирной Украины перед Серой Зоной. Часть населения покинули свои дома, а те, кто остались, вынуждены жить в обстоятельствах крупного мира. Все хотят покой, все хотят, чтобы был мир, уже кто будет, что будет, ну, чтобы был мир, а воно, что ничего не получается. А в жизни каждый у нас что, какая болезнь? Пенсия мала, не хватает. Работы молодежи не мают. Плохо. В магазинах все дорого, везде все дорого. Вот вся проблема. Тут неделька бывает тишина трохи. Где-то вдалеке здесь, а так рядом не. А вчера с одного края, с другого края, с третьего края. Вот, значит, вот оно падает тут. Но видеть мы не видели, а слышать очень здорово слышно. Вот эту вот трещину снимите, пожалуйста. Просим хотя бы косметический ремонт. Говорят, поскольку сейчас война, неизвестно, где вы завтра будете находиться, а вдруг вас вообще разрушат. Все необходимое есть. И перевязочные, смотря. Лекарства, капельницы, для капельницы. У нас есть две в аптеке. Две койки дневного стационара у нас наверху. Нам все хватает. Сколько не хватает медперсонала? Не забуду никогда. Да, у нас катастрофа, у нас нет педиатра. Это просто безумная катастрофа. У нас нет педиатра. Это если нужды поликлиники. Вот детского нету даже. Уже не о чем говорить. Куда детей везти? В Сартану, там его тоже нету. В город. Навозди себя грудничком в город. Нет, не навозди все. А еще вот какое отношение в местных жителей с солдатами? Нормальное. Нормальное? Отличное. Просто скажу отлично. Нормальные, хорошие ребята. Проходят, они никогда не грубят, они никогда не поднимают, как говорится, не повышают голоса. Зашли приятные, приветливые. И если что бы ты ни попросил, они никогда тебе не откажут никакой помощи. Там где-то что-то почерпано. Даже алкаши, которые падают, наши мимо проходят. Ребята идут солдатов, он начинает их поднимать. Понимаете? Вот они уходят. Честно говоря, я вот так вот зайдешь, перекрестишь их. Господи, хоть бы живые вернулись. Они тут ходят с нами. Все, нормальные люди. Общаются нормально. Здоровкаются, ласковые. С местным мы, в общем, нормально сотрудничаем. Помогаем, чем можем. Были, когда у нас волонтеры на Пасху навозили продукты, мы тоже в школу отвозили. Ну, чтобы не пропадали. Видим, что нам слишком много. Два раза, по-моему, отвозили в школу продукты. Излишки. Делимся. А там они уже распределяют. У них есть многодетные семьи или еще какие-то там дети-сироты. Когда мы стояли под Авдеевом, мы настолько были завалены всем, благодаря нашим волонтерам. Ну, это просто люди, ну, я преклоняюсь перед ними. Они свое дело делают в тылу так, что, ну, нечего сказать. У нас было продуктом, что мы уже говорили, ну, не везите. Ну, везите, может, кому-то надо. Или себе пока. Ну, завалено было. Если бы не волонтеры, я не знаю, как бы наша армия вытянула все это. Каждый человек чего-то боится. Страхи, как правило, преувеличены. И люди больше боятся не самого обстрела, а от того, что они не знают, что это такое, что делать. Вот еще она так. У каждого есть точка излома, да, у кого-то она, раньше у кого-то она, тоже. У сомна есть в подразделениях ребяток, которые быстро загорают. Потому что, ну, больная, демократные, немножко разные вещи. Когда пришел человек с оружием на твою землю, какой бы он не был вчера брат, ну, согласитесь, приходит мой брат в мою квартиру и говорит, я в этой комнате буду жить, а ты и не суйся сюда, вон, в своей. Ну, это ж уже, ну, какой бы он брат не был вчера, сегодня он уже не брат. Что с Крымом не тоже произошло. Пришли, забрали. Какие они братья? Братья сидят там, у себя на родине, приезжают в гости. Это братья. Я приезжаю в Россию, два года назад был, там тоже люди нормальные, там никто тоже хлебосольно встречает. Приезжаю туда, та же ситуация. Никто не говорит там, что я Запорожье, что это Москва, наоборот, здесь казах запорийский. Ну, нету вот этого. Это все игра политиков, а народ ведется на это, и очень обидно. Есть родина, какая не есть, но она родина, ее надо защищать. Наводить порядок надо в своей стране, своими силами, не ждать, что придет какой-то или бог, или царь, или хирург. Привет, да? Значит, еще раз. Решение на стороне. Работает все. Стараемся, прифронтовая зона у нас, случайно. Стараемся, держимся, то есть работаем, в тактом режиме. Власть на месте. Как-то что. Разрушения, по разрушениям, часть домов уже компенсировали, разрушения. Сейчас еще на вопрос, на рассмотрение городского совета, еще следующая волна компенсации, эти разрушенные домостроения, которые люди пострадали в результате вот этих обстрелов террористических. А сколько домов пострадало? Больше семидесяти. 22 сентября, получается, начались первые обстрелы. Вот почему так получилось, что те, которые в сентябре месяце, те то получили, но потом они, получается, эти дома еще повторно подвергались обстрелам. То есть, те же дома? Да, те же самые дома. У нас один дом есть вообще, который ремонту не подлежит. То есть, он до половины разрушенный, вторая половина выгорела дотла. То есть, человек уже получил свою финансовую компенсацию. И остальные, первых 27 человек уже получили свои компенсации. И сейчас еще 23 человека, которые у нас должны еще будут получить тоже компенсацию. люди смогли прийти в свои дома, что-то подделать, что-то посадить. Мы хотим, чтобы до осени это все прократилось. То есть, из всех намов здесь 50 семей? 50 не живет, а семей 10 в подвалах. Так и находятся, да, в подвалах. То, что им некуда идти. они продолжают жить здесь. Тут у соседей выгребаешь, вот по пол ведра. Это осколки, которые... Это осколки, которые вон домой попали? только на... Это что пролетали, да. Ну, конечно, ночью, ночью, ночью. Это летала смерть. Когда война кончится, тогда будет жизнь. А сейчас, что живем мы? Так, проезжаем тут только это самое, а сами не живем тут. То есть, вы тоже, да? Уезжаем, да, выезжаем, потому что, когда начинают бомбить, оттуда, и вот летят снаряды, вот тут, видишь, что делается. К вам попали? Да, вон, что не видишь? Да, вон, вон, видишь? Вон, 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 вон. вместе призвались, начинали там. Два месяца были в Запорожье, а потом поехали в Донецк, а потом сюда попали. А как тут спокойно? Тут, конечно, в сравнении с Авдеевкой спокойнее, но здесь напряжение такое больше. Ждешь чего-то. Там-то знаешь, что будет постоянно или стрелять будет, или грады пройдут, или минами ударят, да. По-вашему, когда закончится война? Пока мы когда победим, тогда и закончится. А когда победим? Так наступать надо. Ну пойдем наступление, аначе победим. А если будем на месте стоять, мы это не победим. Мы так и будем стоять. Класс. Расскажите, как вообще принимаются такие решения внутри себя? Вот идти воевать. Ну нелегкое на самом деле решение, да? У нас многие сейчас бегут, даже там, даже те, кого не будут призывать, бегут быстрее, чем... Пусть бегут, но наоборот. Я считаю, это отбор сильнейший. И даже вопрос не в том, что даже если человек там неудачник, здесь жизнь меняется, и здесь все заново. Любой, который приходит сюда, мы сразу ребятам, вот у нас там с четвертой волны мобилизации поприходили ребята. Мы всегда всем объясняем, что вы сюда приходите, неважно, кем вы были до этого. У нас тут есть в батальоне даже миллионеры, люди, у которых состояние очень крупное, они пришли добровольцами и воюют руку об руку с нами. Поэтому по факту тут неважно, кем ты был до этого, важно то, как ты поведешь себя дальше. Хлопцы, я не поняла, вы что в плен американцев взяли? Где вы это раздобыли? Это мне подарили, и я думаю, как-то повесил. Когда это выпишешь, я вам скажу, Дима, это уже. Был озабочен очень воздушный наш народ, к нам не вернулся ночью с бахлёшки с самородом. Радисты стреляют в эфире, полулавляют бои, вот эти четыре услышают слова. Мы летим, ковыляя во тьме, мы летим и подлетаем к земле. По пробегу сгорит и машина летит на честном слове и на дно крыле. Ну, тела нужила. Все объекты разбомбили мои дотала. Но команда цела и машина пришла на честном слове и на дно крыле. Ой! Ой!